ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сообщая о новых атаках по всей Украине, включая и столицу, в эти часы, конечно же, мы за ними следим и сообщаем, если узнаем что-то новое. Но в первую очередь мы пытаемся дать вам по возможности непосредственный анализ вчерашнего вторжения на Украину, которое продолжает развиваться. На тот момент война длилась менее чем 24 часа и казалось неправильным использовать смерти людей как партийную повестку. Война, конечно, ужасна, но она также мрачна и многослойна. Вам нужно постоять в стороне и дождаться момента перед тем, как вы сможете делать убедительные выводы из наблюдаемых вами страданий. Смерть — это таинство. Примите это. Мы это так ощущаем. А вот сторонники Байдена в СМИ так не чувствуют. Они, как всегда, незамедлительно пользуются возможностью напасть на своих политических противников. У них нет ни стыда, ни границ. И мы рады, что мы не они. Так было прошлой ночью. Этой же ночью правильно бы было указать на очевидное. Вторжение на Украину — это позорное поражение для Джо Байдена. Он наш лидер. Он выставил репутацию этой страны, миллиарды долларов и всю мощь правительства США на то, чтобы удержать Путина от вторжения на Украину. Путин все равно вторгся на Украину. И это унижение для Америки. И это не в первый раз, когда Джо Байден делает такое. Менее чем шесть месяцев назад Байден наблюдал невероятно хаотический исход из Афганистана. Он бросил американских граждан там, он вооружил талибан современным вооружением по итогу. Хуже и быть не могло. И вот у вас есть два исторических масштаба фиаско во внешней политике за год. Были еще такие случаи. Какой в этом посыл? Что ж, как часто говорят республиканцы, слабость обычно ничем хорошим не кончается. Слабость? Что ж, Северная Корея слаба. У них буквально голод. Люди умирают от голода в Северной Корее. Вот это слабость. Но это все еще нация, с которой нам приходится соперничать, потому что они кусаются. Ядовитый паук слаб, так как вы можете растоптать его, но вы боитесь его, так как он кусается. А мы не кусаемся. И это проблема. Мы не просто слабы. Правительство США при Джо Байдене — это посмешище. Оно напыщено, эгоистично, многословно и глупо. Оно не так уж отличается от старика, который им управляет. И этого не спрячешь. Для остального мира это очевидно, как и для многих американцев. Возможно, поэтому вам было так отвратительно смотреть на вторжение на Украину на этой неделе. Конечно, вам жаль убитых украинцев. Но у вас также было ощущение, что это катастрофа и для нас, в Америке, и вы правы. Джо Байден быстро слил доверие к Америке и ее мощи, которая копилась веками мудрых решений. Как и казна США, это не Байдена, чтобы он тратил. Он разбазаривает то, что сделано другими. Сколько там вообще осталось? Вам не хочется даже думать об этом? Когда-нибудь мы об этом узнаем. Так что проблема весьма проста. Джо Байден нарушил самое старое правило — не угрожай, если не можешь сделать. И вам кажется, что он бы знал об этом, если на самом деле собирался подраться с корнпопом в Вашингтонском общественном бассейне 60 лет назад. Но этого никогда не было, так что он не знает, что если ты говоришь что-то серьезное, то лучше бы тебе иметь это в виду. Это безрассудно — говорить очевидную ложь. И если ты делаешь это долгое время, а по факту много времени не потребовалось, люди могут понять, что тебя можно игнорировать. Ты не суперсила, ты шут. И именно поэтому вы никогда, ни при каких условиях не говорите что-либо типа такого. Целью санкций всегда было и будет сдерживание. Но давайте также признаем уникальную природу санкций, о которых мы говорим. Это величайшие санкции, если не самые сильные, из когда-либо вводимых. Президент считает, что санкции будут сдерживать. Что касается санкций, самое важное, что мы можем сделать, это использовать их как сдерживающие, как отговаривающие Россию от дальнейшей агрессии. Если вы увидели даты, то заметили, что это недавние ролики, некоторые за несколько дней до того, как Владимир Путин показал, какими бессмысленными на самом деле были наши санкции. «Величайшие санкции!» — сказала Камала Харрис с этой нелепой маской на лице. Она клоун. Вы знали это. И очевидно, что ее клоунада опасна для нас. И никто во всем Белом доме, похоже, не понимает этого, хотя это очевидно. И вот Джо Байден сегодня, говорящий вам, что на самом деле эти санкции — величайшие сдерживающие санкции. На самом деле не должны были ничего сдерживать. Извините, если восприняли нас сперва серьезно. Мы не это имели в виду. Никто и не ожидал, что санкции предотвратят случившееся. Это должно занять время, и мы должны проявить решительность, чтобы он знал, что его ждет. И чтобы люди в России знали, что он несет им. Вот в чем все дело. Кто дает ему этот текст? Они что, думают, что у нас нет Ютуба? Или, может быть, они надеются, что Гугл сотрет это перед следующей пресс-конференцией? Ты только в понедельник нам говорил, что цель санкции — это сдержать вторжение на Украину. Так что хотя бы признай, что они не сработали, как ожидалось. Они никогда не признают этого. О, вакцина предотвращает передачу вируса. Просто скажите правду, люди поймут, но они постоянно врут. Теперь они говорят нам, Путин знает, что его ждет. Что ж, может, в следующий раз? Ага. Никто тебе больше не верит, Джо Байден. Никто и не должен верить. Это очень трудно воспринимать несерьезных людей серьезно. Серьезный президент, которому не все равно, пересмотрел бы всю американскую внешнюю политику после исхода из Афганистана в августе. Это была катастрофа. Ответственный человек спросил бы себя, как избежать повторения этого. Именно так думают ответственные люди. Именно так думают заботящиеся о своих странах лидеры. Естественно, это основа для лидерства. Это была катастрофа. Как избежать ее повторения? Это не так трудно. Но всю жизнь работающий на государство Джо Байден делает противоположное. Его первая мысль — защитить бюрократию. Не страну, а бюрократию. Так что ни один человек из Пентагона или Госдепа не был ни отстранен, ни уволен. По факту, единственным человеком, который был наказан по итогу этого исторического фиаско, был заявивший об этом полковник Морпехов. И вы увидите такой же ответ и в этот раз. После ужасного вторжения на Украину. Американские чиновники, которые публично уничтожили доверие к этой стране, будут за это еще и награждены, как всегда. Виктория Нуланд — одна из умников, начавших Иракскую войну 20 лет назад. Повредила ли это ее карьере? Это должно было ее закончить прямо тогда и там. Займись чем-нибудь полезным. Научись класть плитку. Но это не закончило ее карьеру. По сути, ее карьера пошла вверх. По сути, та же самая Виктория Нуланд поехала помогать в украинском фиаско, которое мы наблюдаем. Она полностью не подходит для этой работы. Мы знали об этом еще 20 лет назад. И тем не менее, она очень успешна в Вашингтоне. Когда-нибудь, возможно, она станет госсекретарем. Запомните ее имя — Виктория Нуланд. Она будет награждена за провал. Тем временем, люди, которые критиковали Викторию Нуланд или заботились о стране настолько, чтобы критиковать Джо Байдена за ужасную внешнюю политику, обнаружили, что СМИ называют их предателями. А NSA шпионит за ними. Видите, как это работает? Это все самосохранение. И именно поэтому только клоунада и вознаграждается. И именно поэтому Джон Кэрри еще здесь. Вот Джон Кэрри говорит на BBC прямо на камеру, что главная жертва этой войны — климат. Массовые выбросы, последствия войны. Но также важно, что вы теряете внимание людей, вы теряете внимание больших стран, так как это отвлекает. И я думаю, что это будет иметь последствия. Так что я надеюсь, что президент Путин поможет нам оставаться в колее внимания того, что мы можем сделать для климата. И, конечно же, он улетел частным рейсом с этого интервью, надеясь, что никто не заметит. Или же ему наплевать, если заметят. И чем это все объяснить? Как можно вообще такое сказать? Этот ролик не фейк. Мы это не придумали. Трудно поверить, но это все по-настоящему. Если вы будете искать по всей стране людей, наименее компетентных для руководства страной в трудные времена, вы получите наш правящий класс. Вы получите Джона Кэрри. О, мы нашли его! Поиск окончен! И, конечно же, наверху списка будет друг Джона Кэрри, Хиллари Клинтон. И вот Хиллари Клинтон, открывающая правду. Она рассказывает вам, что ваш истинный враг в этой войне не в России, не в Восточной Украине, не Владимир Путин. Это вы. Истинный враг этой страны — это любой, кто посмеет критиковать некомпетентность Хиллари Клинтон и ее друзей. Смотрите. Я думаю, что пора тем немногим в республиканской партии, у кого остался еще здравый смысл, не только сказать «Ладно, давайте поможем Украине против Путина», но также встать против тех людей в политике и правительстве, в СМИ и где бы то ни было в нашей стране, которые буквально помогают врагу свободы и демократии. Это не может. Это не может продолжаться, потому что это подыгрывает не только амбициям Путина, но и президента Китая Си в подрыве демократии, в буквальном завоевании Запада даже без вторжения, а просто настраивая нас друг против друга. Ваше мнение – вот реальная угроза демократии. Только посмейте критиковать нас, и мы назовем вас опасными предателями, так как это демократия. Владимир Путин вторгнулся на Украину, но догадайтесь, кто в этом виноват. Это вы. Заметили? Это всегда ваша вина. Каждый раз. И они накажут вас за это. Хиллари все же сказала кое-что интересное в этом ролике, возможно, не преднамеренно. Она не прямо это сказала, но было на это похоже. Россия и Китай теперь в одном блоке против США. Как это вообще произошло? Весьма очевидно, если вы посмотрите на мир и подумаете, у кого есть сила, значимая экономика и ядерное оружие. Может, не надо, чтобы они были вместе против нас. Это элементарный расчет. Может, нам не надо делать ничего такого, что сближает наших врагов. Потому что это угроза нам. Но они либо не знают, что это происходит, либо им это выгодно. Одному богу известно, о чем думает администрация Байдена. Согласно Нью-Йорк Таймс, цитата, «Соединенные Штаты более трех месяцев встречались с Китаем, чтобы предоставить данные разведки, показывающие российские войска, собирающиеся около Украины, убеждая Китай помочь предотвратить войну». Китай отказал Соединенным Штатам, а потом поделился этими данными с Москвой. «Да». Мы обратились к Китаю за помощью в предотвращении вторжения Путина на Украину в тот самый момент, когда Россия и Китай формировали весьма открыто союз против нас. Такое было? По-видимому, действительно было! Как долго это может продолжаться? Может, именно поэтому Байден не упомянул Китай во время своей пресс-конференции? Он дал им наши данные, и они передали их Путину. Идеально. Но не упоминайте об этом, или вы предатель. «Байден не упомянул Китай»